Добрый день, я всех приветствую в студии Укрлайф ТВ. У нас сегодня Алексей Якубин, наш гость в студии и политолог, кандидат политических наук, политических. И вот часто начинают разговоры в нашей студии с того, что выборы в Америке, выбраны новыми президентами штатов. Вы интересную мысль тут подкинули, что происходит в Америке и происходило на выборах нечто похожее на какую-то украинизацию американских выборов. Давайте немножко об этом поговорим вначале. В целом, наверное, украинизация американской политики. Почему я говорю о некой украинизации американских выборов? Потому что, если посмотреть, что происходило, мне кажется, в том числе и демократическая партия, к сожалению, это действительно часто напоминает ситуацию в наших партиях. Когда формируется список кандидатов, мы видим манипуляции, наши отечественные партийные кокусы, которые манипулируют этим списком и формируют его из удобных людей. Но при этом все говорят, что открытый список и так далее. Но в реальности мы понимаем, что это партийные внутренние разборки. В Америке в демпартии мы видели похожую ситуацию. Вот этими документами по Десты, когда получилось, что... А напомните вы просто так, чтобы... Смотрите, когда кокус демократической партии подыгрывал, откровенно подыгрывал Хиллари Клинтон, хотя формально они должны были провести праймарис и быть нейтральны ко всем кандидатам. И в итоге они протащили Хиллари Клинтон, хотя во многом большая часть, начиная часть американских избирателей хотела бы видеть не Хиллари Клинтона, а Берни Сандерса, чья повестка дня была бы намного более... Больше затрагивала американцами и которая в этом контексте действительно выглядела намного более харизматичной и верящей в те вещи, о которых он говорит. А он говорил, на самом деле, продолжение какой-то мере реанимации нового курса Рузвельта, возвращения, как это ни странно, нового курса в контексте здравоохранения и создания, в том числе, идеи бесплатного высшего образования для всех американцев. Фантастика. Коммунистическая идея просто. Он назвал себя социалистом. Бесплатное, всеобщее, высшее образование в Америке, а не в СССР почему-то. Да, для всех американцев. И бесплатная медицина. Еще бы обязательно добавить. Это следующий шаг. Да, и бесплатная медицина тоже для Сандерса. А как он ушел с Андерсом? Он же так ушел-то не очень хорошо, сошел со сцены. На самом деле его просто убрали со сцены, помните документы по Десты, которые попали в интернет, скандал с Викиликсом, он как раз об этом и говорил. То есть мы в этих документах видели, что Демпартия так оформила дискуссию внутри партии, что победила Хиллари Клинтон. И в итоге Демократическая партия проиграла. Понимаете, не факт, что если бы был Сандерс, Демократическая партия проиграла. Это очень интересно. Сандерс и Трамп. Два мира, два образа жизни. Все верно. Все верно. Два мира, два образа жизни. За Трампа часть проголосовала, в том числе, часть рабочего класса, который жил. В США есть такие рабочие пояса, например, в Угайо. То есть люди, которые работают в промышленности, в среднем поясе. Они проголосовали тоже за Трампа, потому что они не отождествляли себя с Хиллари Клинтон. А вот если бы был Берни Сандерс, я думаю, что ситуация могла, то есть чаша весом могла бы все-таки быть на стороне демократов и в контексте на стороне Берни Сандерса. Но Алексей сказать, что все же там рабочий класс Америки голосовал. Часть рабочего класса. Трампа это будет перебор. Часть рабочего класса голосовал за Трампа. Почему? Потому что он говорил им понятные вещи. Он говорил о том, что нужно создавать промышленность и возвращать промышленность в Соединенные Штаты Америки и из Китая. То есть он говорил те вещи, которые люди, которые… Представьте, вы теряете работу, завод закрывается, потому что вам говорят, а мы перенесем наш завод в Мексику. Там дешевле рабочая. Или в Украину. В Украину, да. Не плохо бы кстати. Там дешевле рабочая сила. И вы можете представить себе фрустрацию, которую это вызывает у людей, которые проработали десятки лет на каком-то заводе. И тут его закрывают, производство переносит. Вот Трамп говорил к таким людям. Он говорил, что я не буду этого допускать. Что мы должны нашу промышленность возрождать здесь и мы должны сделать все, чтобы американские предприятия возвращались сюда. Понимаете, Трамп и шел под этими лозунгами. К сожалению, это лозунги демократов, кстати, во многом. Лозунги, которые говорил Берни Сандерс. Но, к сожалению, Хиллари Клинтон победила в этом, если так можно назвать. Это была первая победа, как мы видим, для демократов. И в итоге она проиграла эти выборы. Но при этом мы видим ситуацию в Санкт-Америке, действительно напоминающую нашу ситуацию, украинизированную ситуацию. Смотрите, когда часть общества не готова принять такого кандидата, часть общества выходит на улицы против такого кандидата с протестами, что «Трамп – it's not my president». Про импичмент уже даже заговорили кое-где. Да, «Трамп – это не мой президент». И, на самом-то деле, я думаю, тема импичмента будет достаточно часто мелькать в контексте Трампа. А вот за что? Еще не за что даже. Пока не за что, но я думаю, что Трамп может создать достаточно много прецедентов, которые могут быть использованы для оглашения импичмента. И, кстати, такой вариант, кстати, активно рассматривается частью экспертами по поводу того, что республиканская партия, с одной стороны, она вроде бы сейчас допустила, я помню, что часть республиканцев была против Трампа, да? То есть мы сейчас допускаем Трампа как президента для того, чтобы избрать в том числе и вице-президента Пенса. А потом мы проводим импичмент Трампу и Пенс будет президентом. А Пенс намного более консенсусный игрок, чем Трамп. И Трамп его сознательно взял в свою команду, думая, что он будет тем каналом-медиатором коммуникации с эстаблишментом республиканской партии. Но вполне может быть, что эстаблишмент республиканской партии захочет разыграть эту ситуацию и сделать Пенса, грубо говоря, вице-президентом, который будет выполнять обязанности президента. А Трампа, в общем-то… Как мы далеко заглянули… Это, на самом деле, вполне может быть дело не такого далекого будущего. Ну сколько там нужно времени на импичмент? Ну смотрите, Трамп пока что еще не вступил. Давайте говорить об этом. А вот как вступит, время сразу пойдет. Тает отчет? Нет, конечно, без сомнений. Смотрите, Трамп вступит в конце февраля, в общем-то, на свою должность. Сейчас пока что формируется, так называемая, переходная администрация. Куда уже, кажется, его в основном какие-то родственники, там чуть не кубовство какое-то украинское, элементик такой украинизации. Да, без сомнения. Украинизация, да, американской политики. То есть, понимаете, это в чем-то парадокс. Это все казалось, ну, характерно для других стран. Вот в таком, знаете, своеобразном общественном дискурсе в США, это может быть в другой стране. Но это не может быть в США. Но мы увидели, что это теперь может быть в США. Понимаете, в чем? То есть, США стала, в кавычках, нормальной страной. То есть, Трамп возвращается в Америке к такому вот ситуации, когда теперь в США не могут выступать как неким своеобразным примером. Потому что у них, получается, все эти вещи явно весь мир видят. Кумовство, семейственность. Думаю, мы дальше увидим какие-то такие вот вещи. Но и никаких наблюдателей на выборах, да? Уж этого там точно нет. Не, но наблюдатели там некие были. И ОБСЕ, они в том числе сказали, что были конкурентны. Ну, таких как в Украине, что-то из разных стран приведут наблюдатели. Да, но при этом все равно мы слышим, опять-таки, смотрите, как много сейчас людей выходят на улицы и говорят, что они считают, что это не их выбор, и они не хотят жить в этой ситуации, когда такой президент у власти. Заговорили даже, знаете, Алексей, там в сети, опять же, с Ирой Эпштейна, об особой интеллигенции американской, которая, конечно же, против Трампа, но вот под его давлением, под прессом создаются какие-то шедевры, быть может, такого, даже частично духовного произведения. Нет, но американская интеллигенция, это тоже интересный феномен, потому что она все-таки отличается от европейской, в том смысле, что, например, европейская, ну, возьмем, например, французскую интеллигенцию, она намного больше включена в политические процессы. И французская интеллигенция никогда себя не рассматривала живущим, знаете, в башне слоновой кости. Наоборот, они стремятся к тому, чтобы активно быть представлены в обществе, писать книги, которые читают не только окружение, да, а которые могут читать люди, ну, вспомнить, там, Пиа Бурди и многих других мы можем вспомнить. Я бы, может, интеллигенция так резко не назывался уже, как-то интеллигенция, такой 19 век, Россия, Бережковский, там, ведущий хам. Смотрите, интеллигенция, само это понятие, оно действительно пришло и из России, и из Советского Союза, оно пришло в западном языке, оно используется. Интеллигенция как группа, которая считает, что она является общественным мерилом, общественной совестью. Это такая своеобразная власть интеллектуала, да, когда интеллектуал считает, что он в праве, вот, когда мы говорим судить, что такое слово судить? Это критиковать, да, то есть, изначально слово суда, оно связано с критикой. То есть, интеллектуал считает, что он в праве судить власть от имени людей, которые, возможно, у них нет знаний для этого, возможно, они ощущают как некое угнетение, да, проблема, но они не могут это артикулировать. А интеллектуал может это артикулировать от имени вот этих бессловесных часто групп, которые, ну, угнетенный групп, страдающих групп. Вот французские интеллектуалы часто так делают, если мы послушаем, как они говорят. Американские интеллектуалы в этом плане, они, как правило, были больше замкнуты в университетах, да. Вот, может быть, ситуация с Трампом поменяет ситуацию, мы видим, что американские интеллектуалы тоже постараются превратиться, ну, в такие, да, голоса широких разных социальных. Соединится ли у них там вот эта самая теория хорошая с рабочим движением? Потому что до этого, смотрите, вот, возьмем фигуру, что вы уже Генри Киссингера или других, да, интеллектуалов, они, как правило, старались не напрямую говорить с обществом, да, и с властью, они старались стать советником власти, и вот оттуда влиять на то, как власть работает. Понимаете? Это немножко другая стратегия. Вот здесь же нужно остановиться. Два слова буквально. Он же выступил не так давно с заявлением, ну, и сам Трамп по Украине там сказал уже пару слов, да, произнес. Ну, во время избирательной кампании он говорил, да. Хотя это не было… Вроде бы сейчас, после телефонного разговора, который был у меня с Путиным, как-то там вроде бы он должен был что-то произнести, он произнес, ну, я уже там почитал что-то, как этот украинский вопрос, как он меня там замучил. Хотя для Трампа этот вопрос не был главным, он на самом том-то деле, если мы посмотрим даже избирательную кампанию… Нигде не звучало, да, Украина? Ну, оно звучало абсолютно эпизодически. Для Трампа это не была главная проблема и главная тема, потому что Трамп пытался говорить американцам внутренней политики. В этом было, кстати, в отличие от Хиллари Клинтон, да, когда он говорил о том, что нас должно заботить то, что происходит у нас внутри страны, сколько можно заниматься вопросами других стран и за это ничего не получать, да. Кстати, это Трамп относил в том числе и к НАТО. Он говорил, что США очень много денег тратит на НАТО, и при этом НАТО как бы защищает Европу, Европа как бы развивается благодаря этому, а США ничего не получает, да. И Трамп, кстати, в этом контексте говорил, что нужно все-таки пусть европейские страны больше тратят за свою безопасность, пусть они больше платят за вот этот режим НАТО, а не только США, они должны нести расходы. Мыb не очень много платим Брюсселью и уходят столько денег. Но вот тема за интелигенцию За интеллигенцию, какая хорошо, как за всю Одессу. Кажется, что у грамшиㅋㅋ, таморганическая интеллигенция… И традиционная интеллигенция, да конечно И вот это органическая интеллигенция, может быть, это как раз америка интеллигенция, чтобы закончить мысли, чем она отличается out Europe? Такая органическая интеллигенция вот этого американского капитала со всей этой рабочей аристократии… Мне кажется, она скорее больше характерна традиционной интеллигенцией. То есть она сосредоточена в основном в университетах. И еще раз подчеркну, она старается, если работать с властью, то старается прийти в власть как советник. То есть не как, знаете, такой пламенный трибун типа Сартра. Даже Пьера Бурдинин, мы можем вспомнить, он уже активно участвовал в разных демонстрациях. Это, естественно, французские социологи, ничего ему не мешало это делать. Так вот, американская интеллигенция... Ну и чуть раньше Гиде Бора можно вспомнить, конечно, все. Да, да, да. И для него абсолютно было нормально. То, что они выходили на протесты, и более того, потом они сами превращались в субъекта власти. Например, вспомни, там, Мишеля Фуко, он, например, работал и в французской системе дипломатии, он был в руководителе культурными, потому что, например, в Варшаве, в Скандинавии, он взаимоделся с Министерством образования, разрабатывал программу реформ. Мерный Мольро тоже был отчасти таким интеллектуалом. Да, да, да. То есть к чему я веду? Понимаете, французские интеллектуалы, они не рассматривали заниматься политикой власти, как чем-то зазорным для себя. Наоборот, они считали, что это как бы их право от имени французов артикулировать. У американцев может все-таки зарплаты повыше, нет? Ну, может быть, то дело еще в том, что, опять-таки, американские интеллектуалы все-таки себя скорее рассматривали как советники, как советники власти. Вот если мы вспомним фигуру Генри Киссинджа, но можно вспомнить и Хантинга Нассимиле, и многих других, то они старались, знаете, протоптать тропинки во власть. То есть не выступать такими пламенными трибунами и вроде бы претендовать на власть. Они старались, наоборот, вот из кампуса установить контакт с Белым домом. И вот уже через Белый дом каким-то образом влиять на некую международную повестку. Ну, Киссинджан вот на слуху, потому что он же, кроме того, что он Нобелевский лауреат, да? Да, мира. Издание там, как бы, 73-го года. И почему-то вы сегодня напомнили, что это была война в Вьетнаме, которая там урегулировалась. Да, да, война в Вьетнаме, да. Создание, ну, каким образом безболезненно США выйти из этой войны, мы помним, что... Лауреат Нобелевской премии мира. Да, Нобелевская премия мира. Какой-то математик. Нет, Нобелевская премия мира, да. И много лет все-таки к его выступлениям как-то прислушивается, да? Ну, он один из таких, знаете, своего разных периодов. Теоретика холодной войны, можно сказать так, осторожно, да? Да, и пост холодной, да. Ну, а вот что сейчас у него в его риторике, в его, может быть, идеях, на ваш взгляд, интересного, так сказать, прорастает? Ну, смотрите, мне кажется, что в Украине на самом-то деле многие вещи, которые говорит Киссинджан, возможно, многим не понравятся. Во многом, мне кажется, это связано с тем, что вот наша внутренняя повестка дня, она, знаете, часто, скажем так, вдохновляется скорее какими-то правыми, правоэмоцентричными идеями, где есть четкое понимание друг-враг. Ну, то есть есть попытка создания, да, таких образов друг-враг и противоставления себя некому другому. Вот для Киссинджан, он скорее дипломат в этом плане, да, дипломат такого либерального толка, в том смысле, что он старается увидеть вот эти некие противоречия и их сбалансировать, да, вот и его риторика, которая связана, в том числе и с Россией, вот, если последний, да, вы видите, в одном из последних интервью, где он говорит, что нужно взаимодействовать с Россией, в общем-то, это для Соединенных Штатов Америки один из вариантов внешней политики. Это уже совет Трампу? Я думаю, что да, да, Генри Киссинджан старается через издание, я думаю, что не публично он тоже будет стараться выйти, да, вот, поработать с Трампом, с его группой, с его окружением. То есть он старается сказать, что Соединенных Штатов Америки нужно строить другую политику по отношению к России, да, то есть нужно понимать своеобразие, разницу, ну, то есть желание, да, те, которые есть в России, то есть нужно понимать в какой-то мере Россию и нужно учитывать эти нюансы для того, чтобы выстраивать стабильную политическую ситуацию в Европе. То есть мне кажется, что в Киеве многие, в принципе, не готовы говорить о таких вещах. Посмотрите, да, вот мы, например, возьмем экономический вектор нашего развития нашей страны, когда, ну, ни для кого не секрет, что потери российского рынка для Украины, это колоссальные потери, это десятки миллиардов долларов, давайте говорить честно, и это сотни тысяч, сотни тысяч, не могу себе это сказать, рабочих мест. Но при этом мы видим, что политики, они все равно, ну, то есть часть политиков готова идти на это, да, и они это делают. Хотя, чем... Достраивать стену, углублять ров, что-то, да, углублять, вот, я об этом и говорю, да, хотя... Отменять авиа и, может быть, железнодорожное сообщение. Ну, пока что еще есть, но авиасообщение, да. То есть, грубо говоря, мы сами же, мы берем кредиты в МВФ, при этом сами же себя отрезаем от возможных рынков, где наша страна могла бы получать дополнительный доход, ну, то есть, да, и развиваться. Понимаете, то есть, вот для Киссинджера такая логика, ну, является странной. То есть, мы видим, что Киссинджер старается, как раз, наоборот, сбалансировать. Он понимает, что, в общем-то, страна, ну, то есть, знаете, страна не испарится. То есть, Россия, мы должны понимать, и мы с вами должны это понимать. Но прямо уже не фигурирует в его там выступление, что Россия страна агрессор, как это уже? Нет, не фигурирует. Более того, там есть интересные такие вещи. Там аннексия Крыма, вот это же фигурировало. Когда он сказал, что для того, чтобы понять Путина, нужно не читать Майнкрафт, а читать Достоевского, что это как бы попытки, что если говорить об Украине, то Украине нужно стараться сделать все, чтобы включить вот эти восточные области, да, вернуть, реинтегрировать свою территорию, но понимая их специфику и давая им политическое представительство, да, то есть, насколько современный Киев к этому готов, мы можем посмотреть по Верховному Раде, я думаю, что мы понимаем, что большая часть... Сегодняшняя же какая-то опять схватка просто в Верхах, в Верховной Раде, да, снова отличились политики, которые можем таким образом обращать на себя внимание после этого успешно прошедшего Е-декларирования, да, и вот теперь же нужно как-то снова завоевать симпатии в массах. В том числе, и с другой стороны, опять-таки, мне кажется, вот эта ситуация... Желачное право Е-декларирования, да, вот эта, ну, битва, да, между Бойко и Ляшко, она еще о чем свидетельствует? На самом-то деле, я думаю, что она свидетельствует в целом о том, что вот этот парламент, который сейчас есть, он должен быть все-таки, и по моему мнению, нужно приближаться к вопросу о досрочных выборах. Он неэффективен, да, но возьмем, вот давайте, тоже радикальную партию, да, глобально, если посмотреть, ключевые инициативы этой партии, взаимодействие, да, вот выдвижение этих инициатив, оно, на самом-то деле, значительная часть этих инициатив, она так или иначе все равно или не проходили, или же они очень были далеки от интересов большинства граждан, да, то есть часть инициатив возможности впадала, да, но значительная часть инициатив и других партий, она была очень далека от интересов граждан, потому я вообще вот эту ситуацию, вот этой битвы в парламенте, мне кажется, в общем-то, это показатель... Какое-то рукоприкладство. Да, да, это показатель того, на самом-то деле, более широкой картины, да, того, что в обществе на самом деле растут протестные настроения. – Оппозиционер победил радикального оппозиционера, в каком-то смысле все-таки бойко отражался. – Или кто победил, не до конца понятно. Сама эта ситуация о чем свидетельствует, о чем она говорит? О том, что такой Верховный Совет нужно перезагружать, очевидно. Потому что вот этот негатив, который этот Верховный Совет вызывает у граждан, он в какой-то мере, я думаю, тут и тоже отобразился. – Нет, очень подробнее. Там же речь шла о какой-то симптоматике некоторых идей, даже таких идиатумов, которые буквально вызывают у людей ярость сейчас, сопротивление у Бойко, что он бросается с кулаками за обвинения, как понятно, рука Путина, рука Москвы, там оппозиция вся продана, формальная оппозиция. – Конечно. Смотрите, я к чему веду. Я думаю, что такая, к сожалению, ситуация, она может повториться теперь не только по отношению к Бойко или по отношению к коллеге Лешко. Я думаю, что коллега Лешко такая ситуация может повториться со стороны граждан многих на самом-то деле, потому что… – Он же симпатик граждан, его очень любит народ. – Часть граждан, да. Без сомнения. – Его просто любят как человека с эртистических способностями, женатого у него же… – Да. Но мы должны с вами понимать, что все равно есть аспект, связанный с тем, что от оппозиционных сил, то есть граждане все-таки ожидают некой, скажем так, конструктивной и содержательной поверхности. – Это так, но вот и власть ведь в каком-то смысле, вся ее вертикаль такая стройная, прямо такой готический собор какой-то у нас власти сегодня в стране, да, ожидает чего-то может быть не слишком приятного, иначе бы не массировались эти слухи, которые тут же опровергаются о том, что создается какой-то штаб или создан, что там на Майдане годовщине будут выставлены какие-то, по-моему, металлоискатели, какие-то воротцы, да, вот для чего. Как вы это прокомментировали бы, или, может, это не очень-то похоже на слухи, наверное, тут нет дыма без огня, какие-то меры будут притриняты? – Ну, в целом, понятно, есть такая попытка со стороны власти по поводу тех же металлоискателей все равно каким-то образом купировать возможные социальные протесты, пусть и точечные, но купировать их, потому что мы с вами понимаем, что образ металлоискателей – это некий образ власти, то есть человек, который должен пройти через металлоискатель, многие не пойдут в следствии того, что не будут мать, тогда нужно проходить через металлоискатель, да, то есть это ты подвергаешься некому досмотру, хотя ты идешь на мирный митинг, да, то есть я думаю, что участие граждан это может действительно вызвать… – Кстати, не самый плохой образ власти, да, а образ власти в Украине – это образ металлоискателя, что-то в этом есть такое очень даже щадящее… – Мне, на самом деле, это скорее напоминает, знаете, технологии, которые, мне кажется, у нас научились, например, в той же Турции, в Турции и некоторых других странах, такие использовались методы для того, чтобы контролировать, скажем так, протесты, ну, то есть это вот опыт скорее… – Ну, не дай бог, там же столько было и терактов и продолжается… – Да, конечно, ну там опять-таки, смотрите, но там вот эти вещи… – А вот это переворота… – Да, но эти вещи там мотивируются именно так, что вот теракты, опасность, у нас также эти вещи мотивируются, но насколько это действительно имеет место быть, понимаете… – Ну, недоискателя стало больше в стране, вот я заметил, даже по Киеву… – Без сомнения, да, и тут… – И это неплохо все-таки… – Возвращаясь, смотрите, вот к тому же парламенту, да, к ситуации, которую мы видим социальными протестами, мне кажется, что власть, на самом деле, она понимает, что массовый большой социальный протест, он невозможен, если не будет некое взаимодействие с частью политического класса, да, вот эти… – Мы видели до этого нападки на блог Юлия Тимошенко, да, на Батьковщину, со стороны пропрезидентских спикеров… – А в чем это выражалось? – Ну, вспомните, как они активны, допустим, когда была тема электронного декларирования, они говорили, да, вот есть такие проблемы, ну, а вы смотрели декларацию Юлии Тимошенко? Ты там же, она же бедная, ну, у нее только дом, в аренде, она ничего не заработала, ну, то есть была попытка сразу, знаете, вот перевести внимание на то, что вот, ну, ладно, власть, ладно, а вот, ну, Юлия Тимошенко, мы же понимаем, там, или вот эти попытки связаны с новинским, с апоблоком, да, попытки связаны с влиянием, на самом-то деле, на какой-то дискредитации даже не очень понятно по какими критериям. – Да, но тут есть другой нюанс, это попытка в целом влиять на те партии, которые являются, которые себя декларируют как оппозиционные, в том смысле, что власть понимает, что… – Нарачивает потенциал какой-то, да, все же? – Да, и их рейтинг растет, это ни для кого не секрет, и у оппозиционного блока растет рейтинг, да, разно социологически замерно нам это показывали, и у Батьковщины растет рейтинг. О чем это говорит? Это говорит о том, что власть понимает, что массовый протест невозможен, если не будет его политизации, если не будут некоторые политические силы, которые будут готовы работать, да, и организовать. – Взять на себя ответственность, можно так сказать. – Да, и с этой целью нужно упередить, нужно сейчас влиять на вот эти силы, возможные, да, силы в парламенте, для того, чтобы не дать им даже возможности подумать о подобных… – А какие рычаги влияния, как вы думаете, сейчас уже – Ну, мы уже видим это, смотрите, это гениальная прокуратура, которая инициирует те или иные вещи, да, это медийная дискредитация связана с тем, что расскажешь, кто там такая, эти оппозиционные силы… – А что прокуратура, если вы имеете в виду там какие-то слухи ходили? – Ну, я имею в виду вот это, например, да, подание Верховный Совет по поводу Бойко, не по поводу Бойко, а по поводу Новинского, да, то есть, ну, попытку инициировать, как минимум… – Там как рассыпалось там же… – Там не до конца понятно, потому что, да, с одной стороны, мы видели заявление Юрия Лаценко на Фейсбуке по этому поводу, а с другой стороны, заявление самого Новинского, когда он сказал, что он не будет против того, чтобы у него убрали депутатскую неприкосновенность, сняли, и он готов, да, пройти процедуру расследования, ну, и позицию самого оппозиционного блока, там, где заявили, что они не будут за такое голосовать, ну, то есть, ну, сам по себе симптоматический факт того, что вообще такие вещи у нас возникают в стране. – То есть, еще шаг, и опять депутатов будут прямо в зале, под куполом, ну… – Не, ну, как… – Да, 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 да. – Демонстративно при другом генпрокуре. – Да, и мы помним, какая-то тоже была опять-таки реакция, да, на это, то есть… – Верция как-то проглотили, по-моему, никто даже… – С одной стороны проглотили, а с другой стороны все равно есть некое такое ощущение, что, ну, как бы… – Ощущение просто какого-то ужаса, потому что происходит уже даже… – Да, да, да. – То есть, если такое происходит с народными депутатами, да, то… – У которых у всех же в зале, там, этот коммунитет, и у того, которого решали мгновенно тоже был. – Да, да, да. – То есть, он же сейчас абсолютно вот на ток-шоу выступает… – Вернулся, да, да. – Вернулся к активной, публичной политики. – Ну, то есть, если есть, да, вот такая ситуация в отношении народных депутатов, то что говорить тогда об обычных гражданах, да, то есть, в общем, что делать обычным гражданам? – То есть, образ металлоискателя, он все-таки немножко так… надо его расширить, мне кажется, он отлично. – Да. – Недостаточно ограничивая свободы. – Да, недостаточно. – Ну, вот эта параллель с американскими выборами, просто я хочу, ну, как может, уже и закончить. Все равно, она, наверное, точна, опять же, недостаточно, да, потому что, ну, не было в Америке, наверное, не будет ближайшие, там, сколько лет, 200 лет, что-то были, когда джинсы такие, чего-то подобного, Майдану, ну, может, там, гражданская война, конечно. – Не, ну, вспомните гражданский протест в 60-х годах. – Ну, окупая Уолл-стрит, вот, может, оно… – Да, ну, подождите, ну, а последние годы, да, президентство Обамы, это ситуация в Пергюсоне. – Да, да, все-таки, да. – Убийство темнокожих, да, Black Lives Matter, ну, то есть, эти все вот движения… – Были, да. – Похожие явления, только насилие, вспышки насилия, которые потом ведут к массовым протестам, протестам против власти, понимаете? – Ну, по-моему, за пределы штата даже не расходятся протесты. – Пока нет, но я думаю, что в контексте Трампа такие вещи возможны. Посмотрите, какое количество тысяч людей выходили и в Нью-Йорке, и в других городах против Трампа. И это только начало, заметьте, Трамп еще не стал президентом. – А уже? – Да, а уже мы видим такую некую всплеск протестной активности, то есть, это говорит о том, что, в общем-то, протестные настроения в Соединенных Америке, они продолжают так же быть, как и у нас в стране. – А в Украине вы сейчас говорили о том, что это оккупируется, возможные даже сполки. – Да, к чему я говорил, что власть, она понимает, что массовый большой протест невозможен без политической составляющей. Политическое составляющее может сделать кто-то из действующего политического класса. То есть, власть понимает, что эти люди находятся сейчас уже в политическом классе. Пусть, может быть, на оппозиционных, более маргинальных позициях, но они уже там есть. И мы, в общем-то, видим, что власть считает такими оппозиционными силами, это Батькевщина и оппозиционный блок. По ее действиям. Потому что власть считает, что эти силы могут действительно мобилизировать часть избирателей. – То есть, это даже более реальная оппозиция, чем то, что называется оппозиция по блокам? – Да. – Бойко пострадавший немножко. – Власть понимает, что эта группа и есть некая оппозиция. Мы часто просто думаем, что оппозиция этой власти состоит где-то за пределами этой власти. На самом-то деле, оппозиция находится внутри политического класса. Мы должны это понимать. Если мы вспомним первый и второй Майдан, так или иначе часть политического класса восставала против другой части политического класса при участии граждан, при взаимодействии с гражданами. Власть это тоже понимает. Я так понимаю, что отдельные представители власти, они учли этот опыт. – Даже внутри партии существует оппозиция. В КРП некоторые депутаты высказывали, что они даже против какой-то генеральной линии партии, не готовы колебаться. – Но при этом они не выходят из партии, и мы видим, что все равно ключевые вещи они… – Такие латентные несколько оппозиционеры. И плюс, смотрите, у нас активно, мне кажется, не очень продуктивный тезис забрасывается о том, что досрочный выбор – это опасно, это нестабильность и так далее. – Расходы какие-то. – Хотя это нормально. Смотрите, возьмем пример Испании. В Испании в этом году произошли два раза досрочные выборы парламента. Зачем это делается? Делается тем, чтобы создать дееспособное правительство, дееспособный парламент. Если политические силы внутри парламента могут найти консенсус по ключевым делам, значит, нужно проводить выборы. У нас в парламенте схожая ситуация. Мы видим, что у нас по многим ключевым параметрам, если консенсусы находятся, то от интересов граждан такой консенсус очень далек. Мы понимаем, какие-то лоббистские вещи… – А в Испании это было связано с какими-то сепаратистскими настроениями? – На самом деле это было связано с общей социальной повесткой дня, социальная политика, потому что там есть более левоориентированные группы, которые считают, что урезанию бюджета нужно поставить конец. И есть группа, которая считает, что нужно взаимодействовать с Брюсселем и работать по линии, связанной с Брюсселем. Вы знаете, что одно из последних лет уже действующих постановлений в Европейском Союзе о том, что бюджеты страны нужно утверждать Брюссель. Брюссель будет говорить, возможно ли такой бюджетный дефицит или нет. В Испании часть политических групп выступает против этого. Она считает, что это нарушение суверенитета страны. И это ведет к тому, что Испания может повторить ситуацию с Грецией, заболеть греческой болезнью. – Там поменьше долгов-то. – Но в Испании меньше? Пока. Но многие говорят, что это может привести к категорической болезни, когда систематическое урезание бюджета будет вести к тому, что рано или поздно экономический рост в Испании остановится и придется брать все больше и больше долгов, сокращать социальную сферу. А это, в общем-то, понятно, негативно скажется на будущем Испании. Тем более, что в Испании, кстати, это один самый высокий показатель. Уже даже сейчас есть безработица среди молодежи. И вот это тоже та группа, если не ошибаюсь, каждый второй не может найти работу. Так же, как в Греции почти. Именно молодежь. – Они активно выезжают в Англию. – Без сомнений. И в Германию. Но, получается, Испания теряет этих людей. – Я читал на Фейсбуке исповедь какого-то испанского интеллектуала, который закончил два университета и работает в баре. И его там оскорбил британский товарищ из паба. И он просто пишет, я читал в переводе, что как это так и почему… – И почему я не могу найти работу. То есть, в Испании вот эта внутренняя повестка дня. – А все же с басками, с сепаратистскими движениями. – Сепаратистские там движения… – Что-то не получится или вы думаете, это отделение не получится никогда у них? – Понимаете, это сложный вопрос. Я думаю, что все-таки в Испании мы видим, есть все-таки некоторые механизмы нахождения консенсуса. – Ну, референдум проголосовали, а одна концентральная вас говорит – нет. – Да, но при этом, заметьте, никто не вводит войска в эти территории. То есть, власть старается договориться выработать некий консенсус. Я думаю, что это тоже может быть примером, кстати, для Украины. – Они до этого там повоевали все-таки, помнится. – Вот я об этом не говорю. У них есть опыт гражданской войны 30-х годов. – Я имею в виду, что даже когда террористические группы басков тоже воевали. – Да, без сомнения, да. Но, тем не менее, смотрите, там все-таки есть некий механизм нахождения консенсуса. Мне кажется, это вот то, что не хватает у нас в стране, потому что у нас, к сожалению, часть политикума, она не готова слышать в принципе другую позицию, чем говорить часть политикума. И потом получается, у нас, на самом деле, по большому счету, нет общественных дискуссий, если мы говорим об общественных дискуссиях. У нас есть с точки зрения только одной стороны, которая оглашается демократическая, правильная и так далее. А вы все должны уйти в сторону. – Скорее, у нас, похоже, все же, с параллелью такая возможность. Вы, как политолог, сейчас уточните, наверное, не с Басками, а с Ира, с Ирландией, в период, когда Тима был фаст. – Да, и это, на самом деле, большая проблема, потому что, получается, вместо того, чтобы решать проблемы, мы их только создаем. Понимаете? Если мы считаем, что в дискуссии нельзя достичь консенсуса, это означает, что мы отказываемся от демократического механизма нахождения консенсуса. А это, в итоге, ведет, опять-таки, снова к тем же протестным настроениям, к усилению напряженности внутри самого общества. Я, например, считаю, что, возможно, будет оглашение тех же досрочных парламентских выборов, оно сможет снять какой-то аспект социального напряжения. Это будет выпуск пара. Потому что, мы понимаем, во время выборов у нас власть стоит сразу же намного более сговорчивая по отношению к гражданам. И мы сразу видим, что и депутаты, и политики начинают намного лучше работать. – То есть, вы думаете, что может даже инициатором быть наш президент? – Вот это ключевой вопрос, потому что от президента действительно очень многое зависит. Потому что, так или иначе, допустим, если мы представим себе ситуацию распада коалиции, проходит месяц, коалиция, например, не создается, у президента появляется возможность огласить о досрочных выборах. Но это только возможность, это не обязанность. То есть, президент может дальше, в принципе, сохранять вот эту ситуацию нестабильности в парламенте, отсутствия коалиции, но не оглашать досрочных выборов. Но, на самом деле, в какой-то мере это будет ошибочная стратегия, потому что выборы – это всегда способ выпуска социального пара. Вот если вот это социальное напряжение с тарифами после электронных деклараций, оно накапливается, то лучше его выпустить через выборы. Выборы досрочные в парламент. Пусть даже команда президента и будет понимать, что вполне может быть, что победу одержат именно оппозиционные силы, а они совсем силы связаны с президентом. И вот, кстати, в контексте оппозиционных сил, я думаю, не просто так мы видим появление проекта Саакашвили. Потому что, все-таки, мне кажется, что во многом это проекте… Давайте немножко о нем, о его дружбе с Трампом, о том, что сегодня вычислил в Фейсбуке, оказывается, еще во времена съемок в 1992 году фильма в Одессе, там поучаствовал немножко Трамп, помог деньгами, То есть какие-то связи, они же давние. И вот вы говорили, что Трамп достаточно финансировал активно какие-то движения в Грузии, помогал Саакашвили. Конечно, когда… Давным-давно они дружат. Сейчас я закончу тезис, а потом перейду к Трампу. Смотрите. Так вот, по поводу Саакашвили, я думаю, что Саакашвили во многом сейчас воспринимается командой президента, как возможность создать альтернативным оппозиционным проектом. То есть он должен будет отобрать вот эти части гласа недовольных, а потом стать оппозицией, которая более-менее лояльна президенту. То есть, ну насколько… Старый план еще такой, да? Да. Насколько это удастся, это вопрос. Насколько действительно Саакашвили будет лоялен президенту. Но, в любом случае, он сейчас рассматривается в таком ракурсе. То есть он сейчас, ну как бы, выведен в отставку, это не самостоятельно же принимал такое решение, Выведен в отставку, и поэтому… Посоветовался, наверное, с президентом. Для того, чтобы играть на поле оппозиции. Понимаете? То есть это тоже некий звонок… Заручившись поддержкой Трампа. Без сомнений. По шутим. Без сомнений, да. Это тоже некий звонок о том, что администраторы президента понимают, что, наверное, досрочные выборы их не избежат. Просто когда? В связи, получается, что единственный человек, который в Украине более-менее с Трампом не портал отношения, это Саакашвили, да? Да, Саакашвили, да. Давайте по поводу связи Трампа и Саакашвили… Его партия-то легко связать же, да? Да, да. Вот этой связки, да. На самом-то деле, действительно, у Трампа были связи с грузинским проектом. Если мы вспомним ситуацию, когда Михаил Саакашвили активно позиционировал, да, был президентом Грузии, активно проводил те изменения, которые он проводил, Трамп был одним из бизнесменов, которые привлекались как одним из доноров в строительный бизнес особенно, да, это, например, в Батуми проект «Трамп Тауэр», который строился. И, в принципе, Трамп с Саакашвили, они еще раньше взаимодействовали, то есть сам же Саакашвили говорил, что он знает Трампа свыше 20 лет, и это намного больше, чем Хиллари Клинтон. И если мы послушаем заявление Саакашвили до выборов, когда еще не было понятно, Трамп или Хиллари, да, то Саакашвили не критиковал Трампа. Это, наверное, был один из немногих политиков в Украине, который… Нет, но президент тоже не критиковал. Ну как, президент говорил, что он надеется, что американские избиратели сделают правильный выбор. Мы слышали такие месседжи, то есть, знаете, тут… Это интернационные, это какие-то нотки голоса. Да, да. И вспомните ситуацию, когда Трамп отказался принять, да, то есть просто не ответил, когда президент приехал в Нью-Йорк, да, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, и Трамп не встретился с президентом, помните? Там тоже был комментарий с Порошенко, что он якобы не нашел времени или как-то такое. Там ситуация была сложнее, потому что в целом представители Трампа не ответили на приглашение. Да, просто не ответили, да. И потому он встретился только с Хиллари Клинтон. Так вот, возвращаясь к Трампу, получается, Саакашвили был один из тех политиков, который не критиковал Трампа. И мы видим, что тем самым, более того, он даже до выборов, он говорил, ну да, Трамп там делает некоторые резкие заявления, но тем не менее он такой своеобразный политик. То есть, грубо говоря… Не волнуйтесь, все будет хорошо. Да, да. То есть, грубо говоря, Саакашвили в какой-то мере, он теперь после вот этой своей отставки, я думаю, он тоже постарается выступить, знаете, своеобразным медиатором между командой президента и Трампом. Какой доверенное лицо. И это, кстати, я думаю, Саакашвили постарается использовать это как ресурс для себя, вот эту связь с Трампом, для того, чтобы здесь усилить собственные позиции. Потому что, если мы вспомним, опять-таки, того же Саакашвили и ситуации в Саакашвили, то Саакашвили в части был, конечно, обижен тем, что он был отодвинут в Одессу и он не мог активно быть, знаете, игроком центральной сборной. Эти антикрупционные форумы, которые прокатились. Да, и потом закончились. На всей стране. И потом закончились. Как шквал какой-то. И сразу же закончились, понимаете? Или, да, вот эта хвыль, партия… Но чувство осталось хорошее какое-то, значки там выдавали, раздаточный материал. Да, понимаете, и на это все закончилось. А когда одесситы, в общем-то, спрашивают, а что вы сделали, там, трасса Одесса-Ренни, да, что происходит на таможне, тут, как бы, к сожалению, ответы не очень утешительные, да. То есть мы видим, что в таких ключевых вещах Саакашвили, ну, не очень сработал, скажем так. Возможно, он не сработал, потому что, опять-таки, мы, часть наших избирателей, она исходила из некого мифа, созданного у нас в стране, о Грузии, Грузии как стране, которой удалось. На самом-то деле, мы видим, что Грузии не удалось, да. Не все удалось, но что-то… Не, ну, как, в основном… Ну, Батуми-то отстроили? Ну, туристическую часть. Аэропорт заработал, который был в Советском Союзе, нормально работал, а сейчас он тоже ничего. Правильно. Ну, смотрите, но, опять-таки, кто этим пользуется? Пользуются ли этим большинство грузин? Понимаете? Вот это ключевой вопрос. Можно быть хорошим президентом для бизнеса… Хотя, чтоб обезьянь и питомник, мне кажется, не восстановили. То, что касается этого замечательного парка же там, да, все заржавело. То есть, можно быть хорошим президентом… Ну, как витрина получилась, да, все-таки? Некая витрина. Была попытка создания витрины. Но, как мы видим, грузинские избиратели не голосуют за Закашвили. Почему там? А почему? Потому что грузинские избиратели все-таки ожидают от власти работы на себя, а не на отдельные представители, в том числе, транснационального бизнеса. Понимаете? То есть, все-таки, грузины хотели, чтобы власть работала на них. Создавала им рабочие места, создавала им социальный климат. Вот эти вещи. Потому что у нас в стране, кстати, тоже есть такая, мне кажется, немного ошибочная риторика, когда у нас отдельные представители власти говорят, вот нам нужно создавать бизнес-климат. На самом-то деле нам нужно создавать социальный климат. Мы даже с вами понимаем, что большие инвестиции, большой бизнес, он может прийти только в ту страну, где граждане получают доход, который постоянно повышается, а не наоборот. Потому что, если бы было наоборот, я думаю, Мексика давно уже переманила все средства из Соединенных Штатов Америки и весь капитал. Но мы видим, что все-таки бизнес скорее вложит деньги в Соединенные Штаты Америки, чем в Мексику. Потому что он понимает, что в Соединенных Штатов Америки это будет рынок. Есть рынок, есть граждане, которые могут платить зателенные товары и услуги. Понимаете, ошибка, к сожалению, нашей политики социально-экономической состоится в том, что мы почему-то гордимся тем, что у нас дешевая рабочая сила, хотя этим гордиться в принципе нельзя. А мы помним, как отдельный… И очень образованная. Да, и очень образованная и очень дешевая. И у нас, помните, отдельные депутаты, так называемые еврооптимисты, говорили, это же так круто, это чудесно, что у нас дешевая рабочая сила. Хотя на самом деле это очень плохо, потому что это означает, что наша рабочая сила, она недополучает средства, а в целом она может меньше потреблять, и это ведет к тому, что хорошие инвесторы сюда не будут приходить. Понимаете? То есть нам стоит ожидать тогда инвесторов, которые получаются на чем? Экономят на рабочей силе. А нам нужны такие инвесторы? Зачем нам такие… Там еще через норму прибыли можно посмотреть, что здесь у нас за имущество. Зачем нам тогда такие инвесторы, которые приходят сюда, для того, чтобы экономить на рабочей силе, то есть экономить на наших гражданах? Ну зашел уже когда там Миттл все-таки… Ну это, наверное, одно из немногих… Была ошибка. Но это единичный абсолютно пример. Он уникальный, по-моему, уже, да? Да. Для Украины это абсолютно уникальный пример, потому что мы в основном видим, те инвесторы, которые сюда приходят, они рассчитывают на получение быстрой прибыли, и быстрого вывода этой прибыли в страны с намного высшими налогами и с намного высшими доходами граждан. Вот замечательная эта история, вы не прочитали? Наверное, я же такую ерунду читаю в Фейсбуке, кроме Укралафика, который я переслушиваю там, понятно, наших гостей, не моих гостей. Про этот миллион наличкой через таможню вы не прочитали? Нет, нет. Провозили все. Тогда, наверное, оставим читателям, слушатели наши сами разбираться в этом. Вывозят, даже вот Кэшин просто вывозят через маленькие наши, хотя он расстроился, аэропорт Джулианы. Да, ну я просто, понимаете, смотрите, это разрушает очередной вот этот миф о том, что именно вот наша относительная, да, бедность людей, она приведет к какому-то инвестиционному району. Не приведет. Понимаете? А вот ошибка стратегии здесь строится в том, что как раз нужно сначала постараться повысить доходы граждан здесь и только потом мы можем намного быть более привлекательны для различных бизнес-компаний, да, для различных организаций, которые будут здесь открывать магазины, торговые сети. Так уже повышают 3200 вот от Гройсмана, как минимум, это повышение доходов граждан, гарантированное. Давайте посмотрим, как это будет реализовано. У меня есть пока что, знаете, я на самом деле, как вам скажу, я приветствую то, что правительство, мы видим, наконец-то начинает менять риторику и вместо риторики затянуть пояса, которая мне кажется уже просто надоела всем. И более того, мы все увидели некое лицемерие, когда мы увидели электронные декларации, да, людей, которые нам говорили о затянуть пояса, а в итоге по электронной декларации показали, что некоторые люди растягивали себе пояса, наверное, новые покупали пояса вместо затянуть пояса, которые рассказывали нам, как это хорошо затянуть пояса. Так вот, я думаю, что это хорошо, что правительство Гройсмана немного, знаете, старается поменять риторику. Это показатель того, что Гройсман все-таки не хочет тонуть со всеми. Он думает, что все-таки, может быть, ему удастся создать некий свой альтернативный политический в будущем проект и продолжить свою карьеру как отдельную политику. Это, на самом деле, позитив, что Гройсман чувствует некое общественное настроение, да, которое связано с тем, что, ну, в общем-то, люди уже не хотят слышать, им уже недостаточно этот ответ. Потерпите 10 лет, может быть, тогда что-то будет… Вот мы работаем на перспективу, через 10 лет вы будете жить в другой стране, ну и так далее. Такие вещи, которые проконтролировать абсолютно нельзя, как мы понимаем, и такие вещи, которые в других странах мира, кстати, граждане не готовы слышать от политиков. То есть, они готовы слышать, что вы сделаете 1, 2, 3 года, а если не происходит 1, 2, 3 года каких-то изменений, ну, до свидания. То есть, никто 10 лет не собирается ждать… Алексей, это вариант про Гройсмана. Еще один образ возникает такой с поясом, связанный с «заткнуть за пояс», хотя бы одну из проблем нашего социального. Да, да, да. Давайте мы сосредоточимся на вопросе, который, но так или иначе, возникает в связи с и выборами Трампа, и изменением какой-то политики внешней, и там, ну, не знаю, дружбы с Саакашвили, или там какой-то ожидаемой дружбы с Путиным Трампа, да? То, что называется, ну, Минский процесс, Минская повестка, какая-то там уже дорожная карта разработанная, понятно, четверткая. Насколько на этом может отразиться изменение такой политики США? Политики США, да. Ну, опять-таки, мы должны понимать, что это произойдет не сразу, потому что Трамп… А где, в чем мы находимся? В каком месте? Это же какой-то тупик получается, да, какой-то, я перебиваю, извините, да, ну, опишите ситуацию, на ваш взгляд, как она выглядит с этим процессом. Ситуация с Минском сейчас очень, на самом деле, сложная. Она связана с тем, что мы видим, политическая часть Минска, она зависла. То есть, мы видим, что кроме обмена военнопленных, да, это одно из немногих успешных проектов в контексте Минска. Другие проекты, они находятся в подвешенном состоянии. И во многом это связано с тем, что, опять-таки, часть народных депутатов, которые есть во власти, она не готова рассматривать такой вариант. Понимаете? Ну, например, представьте себе, что будет в парламенте… Какой вариант? То есть, это особое положение? Вариант, например, о законовыборах, хотя бы. Закон о выборах, да, закон об амнистии. Вот представьте себе, президент носит такие законопроекты, что там происходит? Будет ли Народный фронт голосовать за такие законопроекты? Я думаю, что в основном нет. Да? Самопомощи? Тоже нет. Я думаю, что часть радикальной партии тоже нет. Может быть, часть Батьковщины, может быть, и готова будет проголосовать, да, и позиционный блок. Но вряд ли у них хватит голосу для того, чтобы проголосовать за такие вещи. Так он их и не вносит пока, да? Да, потому он и не вносит. Потому что он понимает, что это приведет к формальному распаду коалиции. А формальный распад коалиции будет означать, что перед ним будет стоять вопрос, все-таки возникнет все формальные условия для того, чтобы говорить о досрочных выборах. И потом президент с этим медлит. А мы видим, что в этом контексте промедление ведет к тому, что и мирный процесс тоже находится в тупике. Да, то есть вот это замедление законами, связанным с Минском, политической частью Минска, он ведет, в общем, к остановке самого Минска. Тем более, что на самом деле времени тут уже немного остается. Хотя, я думаю, что Минск будет пролонгирован на следующий год. Но если говорить до конца этого года, мы видим, что сколько здесь осталось месяца. А провести выборы, провести, просто проголосовать, даже просто проголосовать законы. Даже внести его на рассмотрение. Да, и внести его на рассмотрение. То есть мы просто-напросто увидим кризис внутри парламента. И потом президент старается не обострять эту ситуацию. А в итоге мы получим с вами полноценный политический кризис. Потому что нерешенный конфликт на Востоке, он ведет к тому, что мы видим проблемы. То есть это, знаете, вот у вас ведет кровь, а вы ничего с этим не делаете. Вот рано постоянно кровоточится, вы там прикрыли немножечком, кажется, лучше стало, но кровь продолжает идти. То есть мы, грубо говоря, не решаем проблему, а мы просто ее, ну как бы стараемся сделать вид, что ее нет. Вот в чем дело. И, к сожалению, опять-таки, если говорить о администрации Обамы, мы видим, что администрация Обамы не так сильно во внешней политике занималась вопросами, связанными и с Украиной, давайте честно говорить, глобально, и с вопросами решения конфликта на Востоке. Как вы думаете, что Трамп может этим заниматься? Нет, смотрите, я просто объясню. Вот это просто пример к пониманию. Барак Обама – это первый президент после 1991 года Соединенных Штатов Америки, который не был в Украине. При том, что мы говорим о том, что у нас какой-то пик высоких отношений, да, Соединенных Штатов Америки, стратегическое партнерство. Но это первый президент, который в Украине не был ни разу как президент. Он был как сенатор. Он когда-то приезжал как сенатор, до избрания себя как президента. Но президентом, уже в статусе президента, за 8 лет, он уже не был, да, только один срок, 8 лет, он ни разу не был в Украине. Ну, я думаю, это просто для того, чтобы мы понимали… Это мы припомним. Да, это просто для того, чтобы мы понимали отношение администрации Обамы к ситуации в Украине. То есть для них это абсолютно не… Зато бы роль посольства как-то возросла, может быть. Особенно в прошлом после мы помним, насколько это было активно. Потому я думаю, что администрация Трампа, она повлияет на ситуацию Украины в том смысле, что в администрации Трампа скажут, что вот у вас есть план, выполняйте. У нас сейчас свои проблемы, мы не будем в это вникать. Вот есть Минск, выполняется. То есть действительно администрация Трампа, она может выступить таким, скажем так, не то что инициатором, она просто своей политикой устранить ухода каких-то вопросов американских здесь, она просто-напросто не оставит другого варианта украинской власти. Потому что до этого, мы помним, у нас часто любили играть на том, что давайте привлечем Санюшта Америки еще… Конечно. Но даже это приписывается и Путину, что против того, чтобы была еще одна сторона… Да. Но вы должны понимать, что для Трампа это не будет вопросом. Потому что Трамп, еще раз подчеркну, он во многом ставит своей целью уход Санюшта Америки от слишком активной политики за рубежом. То есть в Нормандской четверке вы думаете, что Америка не будет? Нет, в Санюште Америки точно не будет. Нормандской у нас не будет пятерки какой-то или там четыре плюс вместе с Санюшта Америки. Очевидно, что такие вещи уже не будут. А в Министерстве Трампа она не будет идти на это, потому что это не в их повестке дня. То есть Хиллари Клинтон, она бы продолжала по инерции какую-то политику, а мы понимаем, что Министерство Трампа все-таки будет переключать на другие аспекты. И плюс, не забывайте, что Трамп бизнесмен, вот мы с вами об этом говорили, а для бизнесмена, в принципе, характерно такое, скажем, для своего стиля часто поведение, поведение такого экономического человека, характерно все-таки поиск выгоды и поиск каких-то компромиссов, связанных с выгодой. Потому я думаю, что мы можем действительно увидеть в этом контексте активизацию отношений с Россией. То, о чем говорит Киссинджер, активизация отношений в том смысле, что будет попытка договориться с Россией. И я думаю, что вопросы Минска, опять-таки, там тоже будут звучать, но немножко в другом ракурсе, чем бы хотела слышать наша власть. Ну, а вот этот, опять же, мы сегодня об образах представление какое-то, может, оно мне казалось, что оно уже как-то и обветшало, но все равно Украина как некий такой пояс, разделяющий, ну, вот Европу, такой цивилизованный мир, настоящую Европу, от какой-то условно Азии, России. Ну, в Европе так и разница. Нет, мы должны сами менять, что… Это такая точка зрения не администрация Трампа, а европейская, да? Это европейская точка зрения, и она часто присутствует у многих европейцев, особенно, так называемых, скажем, «старой Европы». Для восточной страны Европы это может быть менее характерно, да, но для представителей… Старой Европы это характерно для Франции, для Италии, например, да, даже отчасти для Германии, когда они считают, что вот есть Европейский Союз, он сейчас находится не в лучшем состоянии, и после Брексита, и на юге Европы происходят, мы видим сложности с Грецией, да, и… То есть есть очень много проблем… В Британии живет около 500 миллионов человек, да. Мигрантов из Сирии, ну хорошо, если въехало 2 миллиона. Ну вот 500 миллионов и 2… Ну это же… Уже 502. Не, ну согласитесь, но это абсолютно… Это сколько процентов? В медиа сейчас меньше эта тема муссируется точно. Это логично, потому что медиа ее и создали во многом. Медиа создали вот этот страх мигрантов, что вот они сейчас прибегут и захватят ваши рабочие места. Да, ну или… Хорошо, если захватят места, то там захватят женщин белых, обязательно изнасилуют мальчиков. Сейчас это само собой подразумевает вот эти все ориентальные стереотипы, да. Ориентальные стереотипы. Зоологическая ненависть и такое название. Ориентальные стереотипы, идея о том, что жители… Знаете, ну помните, был такой Эдвард Саид, который написал известную работу, называется «Ориентализм», да, как запад проецировал свои негативные чувства на восток и таким образом работал с востоком, да. То есть, например, если мы говорим западный человек – это рациональничный, то человек с востока – он иррациональный. Западный человек контролирует чувства, человек с контролирует их. Западный человек образованный, человек с высоко не образованный. Ну, понятно, да. То есть, это абсолютно стереотип, да. Ну и колониализма какого-то могого. Да, и это оправдание. Время белого человека. И в тот момент это было оправдание… По сути, это расизм, ксенофобия. Да, да. Расизм, ксенофобия. И в то время это служило оправданием для колониализма. То есть, если восточный человек такой, значит, надо его управлять им. Надо захватывать территорию. Продерживать. Да, продерживать. Цельвизировать его. Такая цивилизаторская миссия. Так вот, если возвращаясь к ситуации в Европейском Союзе, то Европейский Союз, особенно представители старой Европы, они действительно думают, что сейчас нужно что-то делать с внутренними проблемами Европейского Союза. И вопрос сейчас не в расширении. И они действительно думают о том, чтобы создать этот поиск безопасности. Этот вопрос никто не снимал с повестки дня. Поиск безопасности вокруг Европейского Союза, который бы принимал первые на себя ключевые угрозы для Европейского Союза. И в том числе в таком поиске рассматривалась и Украина. Мы должны это понимать. И я не думаю, что в ближайший момент мы увидим смену идеи Европейского Союза. То есть, такая смена возможна только в таком случае. Если Европейский Союз будет готово присоединиться в Россию. Вот в таком случае… Вся Россия или какой-то части? Как это не парадоксально. Вот если Россия будет готова присоединиться в Европейский Союз, в таком случае, получается, Украина тут уже не будет играть роли пояса безопасности. И Крым же вернется так в Украину. Простой способ. То есть, как это не парадоксально звучит. Но вот эта ситуация будет возможна только в том случае, если Россия будет рассматриваться не как враг, против которого нужно создавать пояс, а как страна, с которой можно работать, которую можно даже включить в некую совместную проект интеграции. Тогда пусть лучше будет на время пояс целомудрие, чем пояс безопасности. Но пока что мы должны понимать, что наша страна рассматривается именно в этом ракурсе. В ракурсе пояса безопасности, который должен купировать проблемы, связанные с возможными вызовами и с терроризмом, и с неконтролируемыми миграциями. Пусть агрессия России, которая выглядит как приближение НАТО как блока военного создаваемого. Понятно для чего? Созданного когда-то. Был создан для обороны. На самом деле тут с НАТО тоже есть нюансы, потому что с одной стороны мы до этого понимаем, что НАТО как блоку, это был в первую очередь блок для обороны. А в последнее время НАТО начинает не всегда играть такую функцию. Это, кстати, в свое время приписывали, кстати, Клинтону, мужу, что он активно начал использовать НАТО в Европе как не просто союз обороны, а как некий наступательный союз. И это тоже была тогда, возможно, ошибка, потому что это привело к тому, что НАТО требует теперь все больше и больше средств, и он видит в себе свои функции более расширенно. О чем уже Трамп говорил. Да, о чем Трамп говорил, о чем он говорил, что слишком дорого нам обходится. И что, в общем-то, США, наверное, должны такими вещами подумать. Во всяком случае, должны ли они дальше такими вещами заниматься. И, кстати, в этом контексте интересно, что общий саммит НАТО теперь перенесен на лето в связи с тем, что был избран другой президент США. Это интересный нюанс, потому что получается, что НАТО понимают, что Трампу нужно будет некоторое время. Возможно, они рассчитывают некие переговоры с Трампом по поводу того, как США будут видеть свою дальше работу в НАТО. И взаимодействие в контексте этого блока. Я почему так о Европе затеял, как будто этот очередной сюжет нашего сегодняшнего разговора. Ведь, наверное, вы отметили тоже для себя великолепные, яркие выступления правых на сей раз в Польше. И понятно, там лозунги и так далее. Тоже такой размах от Львова до Вильнюса. Ну, лозунги такие бывают разные же, да? И вот насколько эти настроения, назовем их так, право-консервативные, или же как, подочнее назвать их, сильны сейчас в некоторых странах Европы. Мы же понимаем, что есть какая-то еще… ну и Венгрия есть там. Да, да. Большая Венгрия, не есть концепция. Ну и в Румынии тоже так или иначе возникают эти временем. Хотя, если говорить о Молдавии, то это отдельный разговор, как там с премьер-министрами уже вице обходится. Вот, насколько это является причиной того, что Европа старается, насколько я сказал, отгородиться даже и от Украины-то не получи, не получи мы получи никогда, наверное, своего этого без визы. Ну, никогда. Ну, я думаю, либерализированный визовый режим мы получим, но когда будет создан механизм, знаете, такой… Право центральное правительство и правение Европы, если можно так сказать. Насколько это есть такой фактор для политики европейской сегодня? Украину ставят на такое место. Он есть и он связан, к сожалению, с тем, что значительная часть жителей стран Европейского союза, как старых Европы, так и Новой Европы, они видят, что местный политический класс, он оказывается очень часто очень далек от их проблем и чаяни. Да, то есть они чувствуют, что политический класс, он вместо того, чтобы решать какие-то проблемы, которые есть дома, он скорее занят тем, что работает с брюссельской бюрократией и скорее занят… Вопросы туда переносится, да? И получается, что люди чувствуют, собственно, незащищенность перед проблемами, перед которыми они стоят. политика не помогает уменьшить страх, а она, наоборот, создает иллюзию, что все больше неопределенности. И на фоне этого возникает интерес к правым взглядам, потому что правые говорят, да-да-да, есть такая проблема, мы предлагаем твой вариант. понимаете? То есть в отсутствии, когда лево-либеральные силы не предлагают свой вариант, да, с критикой вот этих проявлений, да, разрыва, скажем так, отдаления политического класса от граждан, правые силы такие вещи предлагают. И вот во многом, плюс, они играют на вот этих страхах, без сомнения, а мы понимаем, что у нас всех есть страхи, да, потерять работу, потерять здоровье… Только без фрагизма. Да, но это вещи есть. Я уточню чуть-чуть вопрос. Мне просто представляется, что за 25 лет после распада Советского Союза все же внутри Европы тоже осталось и как-то существует некое расслоение вот бывшей стран так называемой Восточной Европы, да, и Западной страны Восточной Европы, если особенно говорить о проблемах новых национальных капиталов и там так называемой компрадорской буржуазии, которая что там есть, и она вывозит капиталы страны, и как-то им нужно же, пусть политикой там протестанизма, изоляционизма, как-то защищать собственную экономику консерциумов и предстояние трудящихся, которые там еще остались. Конечно. Вот с этим и связаны, может быть, проблемы в этих странах, ну и немалые. Начиная с Болгарии там хватало проблем, да, я думаю, что через Венгрию, как-то вот к Польше сейчас… Понимаете, разочарование связано с тем, что граждане этих стран, они считали, что при соединении к Европейскому жизни, качество жизни такое же, как в Германии, например, да, или же во Франции, а этого не происходит. Понимаете? То есть люди говорят, да, мы присоединились в Европейский союз, мы приняли на себя кучу-кучу разных вещей, сделали, изменили, а уровень жизни у нас, возьмем пример даже самых успешных центрально-восточноевропейских стран, Польши или Чехии, в два раза ниже, чем в Германии, и он не изменился. То есть если в Германии уровень жизни подрастет, то и в этих странах подрастет, но в этих странах все равно уровень жизни два раза. Там такая цикличность интересная, в примере Словении, той же Чехии. Да, да. И есть, кстати, по этому поводу интересное исследование по центрам Карнеги, по поводу того, что восточно-восточная Европа продолжает все равно быть в два раза беднее, чем Германия. Просто там я это читал, да? Да, да, все верно. И рост Германии… Отсылаем на сайт центра Карнеги. Да, да. И рост Германии не ведет к тому, что этот разрыв сокращается, он просто ведет к тому, что пропорция сохраняется, и тут, и тут. Но пропорция разрыва, она сохраняется. Понимаете? Так с Украины теперь переходим к нашей стране. А по поводу нашей страны у нас тоже есть… Разрывчик даже увеличивается. Да. И у нас у многих за последние годы вообще он значительно возрос, впоследствии падения гривны, инфляционных процессов, такой очень странной экономической политики, чтобы не сказать по-другому. Так вот… И по сути говоря внутренней какой-то военной политики, Военной политики. И для того, что к сожалению наша страна превратилась в страну, которая постоянно живет за счет кредитов. И это колоссальная проблема. Вот это греческая болезнь, давайте так называть это, да? То есть Украина заболела вот этой греческой болезнью. Но греца хоть там на Кипре уже как-то потепенно они уже все успокоились там… Нет, ну… Но греческая болезнь остается все равно… Ну то есть по поводу… Кредитов. Да, кредитов и политики, которые требуют кредиторы, да? И страна погружается в это. И на ваши какие-то ожидания или даже прогнозы здесь с европейским ректором Украины? Да, по поводу Украины. Смотрите, у нас тоже существовал очень большой миф о Европейском Союзе. Миф, что вот присоединение к Европейскому Союзу приведет к быстрому решению всех наших проблем. Это миф. Давайте говорить честно. Европейский Союз глобально не будет решать проблемы, которые у нас здесь есть. У них есть свои проблемы. И мы видим, что в центрально-восточных европейских странах Европейский Союз тоже не сильно решал, да, те проблемы, которые стояли перед сообществом. Мы дали определенные инвестиции в инфраструктуру, в дороги. Но опять-таки это был период нулевых годов, период до кризиса 2008 года. После этого мы видим, политика Европейского Союза начала меняться. Европейский Союз больше думает о том, как бы вернуть часть кредитов, которые он дал этим странам, и более того ужесточить налоговую политику, бюджетную политику. То есть у нас в стране мы продолжаем жить, знаете, с образом Европы конца 90-х, начало нулевых годов, к сожалению. И вследствие этого у нас очень многие происходят ошибки, ошибки власти, связанные с тем, что вместо того, чтобы начинать сейчас решать наши проблемы, у нас ждут... Вот мы сейчас присоединимся или получим либерализированный визовый режим, вот тогда будем решать. Потому, мне кажется, что вот, как это может быть не звучит, не странно, но вот будущее Украины, это может быть чем-то, это будет другой моделированный образ будущего Молдовы. Смотрите, в Молдове, Молдова уже несколько лет появился либерализированным визовым режимом, но социально-экономические проблемы в этой стране либерализированный визовый режим не решил. Даже последние выборы Молдовы говорят о чем? Жители недовольны властью. Да, власть там тоже использовала европейские лозунги для прикрытия себя, но это уже не работает, понимаете? Я на самом деле считаю, что это хорошо, что люди хотят жить сейчас хорошо. Они не хотят, чтобы через 20 лет... В Молдове кому-то это удалось, там миллиард кто-то нормально... Да, да, вот это скандал с миллиардом, но большинство людей, они хотят... Ничего не получили? Да, да, и они понимают, что, в общем-то, да, и много рассказывают, что через 10 лет, а может быть они не доживут эти 10 лет. Ну еще же не забывайте про Приднестровье, мы не забываем, что там это остается частью Молдовы, которая не признана, но как-то экономически они общаются. Кстати, вот мы видим, что в контексте выбора у президентских Молдовы этот вопрос поднимался и в общем... в Молдову и, в общем-то, он не видит каких-то глобальных проблем. То есть, к чему я это веду? К тому, что, мне кажется, нужно избавляться от иллюзий. Вот, знаете, правда может быть сложной, но правда стоит в том, что нужно думать, как решать проблемы нашей страны. Давайте вот три главные иллюзии и, может быть, сегодня закончим беседу. Какие три главные иллюзии, которые застят взоры не только простым гражданам и экспертам, но и политикам? Да, хорошо, первая иллюзия. То, что у нас до сих пор считается, что государственный сектор неэффективен, и потому у нас происходит то, что называется под названием приватизация. А в итоге наша страна теряет возможности влиять на экономическую политику. Это первая иллюзия. Потому что, если мы посмотрим на ту же Францию, даже на Германию, на Соединенные Штаты Америки, там государственный сектор иногда бывает даже выше и больше, чем в Украине. У нас до сих пор есть вот эта иллюзия с конца 70-х, что нужно все продать, а рынок как-то порешает. Но не порешает. Это иллюзия, потому что именно государство создает рынок. Правила, контроль и правила создают рынок. Это первая иллюзия. Вторая иллюзия, которая у нас, мне кажется, есть у представителей власти. Они считают, что проблема не в самой политике, которую они проводят, а проблема в коммуникациях. Это большая иллюзия. Почему? Потому что у нас почему-то представители власти считают, что если они будут лучше коммуницировать с гражданами, то граждане легко и просто перенесут затягивание поясов. Но проблема тут не в коммуникациях. Понимаете, проблема в самой политике. И мне кажется, что, к сожалению, до сих пор у нас отдельные политики этого не понимают или не хотят понимать. Они считают, что вот мы сейчас вложим больше денег в картинку, пиарщиков, и все будет хорошо. А какая будет политика, это не суть важно. Это колоссальная иллюзия, которая есть у представителей власти, которую я наблюдал неоднократно. Когда представители власти, они почему-то говорят, что у нас рейтинг падает. Знаете, почему? Потому что мы плохо коммуницируем с обществом. Но это нонсенс. То есть дело не в том, что вы плохо коммуницируете с обществом. Дело в том, что вы считаете, что коммуникация – это главная проблема. А главная проблема – это политика. Вот где причина проблем. Ну и давайте третью, если уж не в Европейском союзе и европейских идеях. Третья иллюзия, мне кажется, стоит в том, что мы в какой-то мере, к сожалению, утратили понимание дискуссии по поводу будущего. Мы очень много говорим о прошлом, о декоммунизации, сталинизме и так далее и тому подобное. Но мы считаем, что тем самым мы говорим о будущем. А мы не говорим о будущем. Я очень мало слушаю от политиков обсуждений, например, что Украина будет делать с роботизацией, что мы будем делать с зеленой революцией. Мы вообще об этом не говорим. Смотрите, у нас все равно политики продолжают использовать тему… Космическая отрасль загрузка. У нас и о космосе не говорится. Да, о космосе все уже. Понимаете, у нас говорится о прошлом, 30-е годы, 20-е, начинается вот там кто что, 40-е годы, что как. То есть это, к сожалению, эта огромная иллюзия заменила нам общественная дискуссия о том, что будет… Архетипы заменили будущее. Да, то есть, грубо говоря, мы подменили наше обсуждение будущего, общественной дискуссии по будущему, обсуждением воображаемых образов прошлого. И это колоссальная проблема. То есть мы постоянно в прошлом… Вот у меня такое чувство, знаете, что… Смотрите, в Советских Союзах классно 25 лет назад. Но мы продолжаем… Старики помнят о том, что… Да, да. Но мы продолжаем об этом говорить. Я вспоминаю, в Киевском университете проводилась конференция, по-моему, абсолютно абсурдное название «Выкним Ленина из головы». Да, хорошо, если люди вообще его читали, этого Ленина через 25 лет. Я уверен, большинство людей… В начале из библиотеки… Да, понимаете, большинство людей Ленина в принципе не читали. Уже. Как выкинуть Ленина из головы? Как можно выкинуть то, чего там уже нет? То есть, мы продолжаем… То есть, смотрите, вместо того, чтобы сказать правду, что проблема Украины – это социальное расслоение, да? Социальное неравенство. Вот с этими вещами нужно бороться, увеличить количество шансов, возможностей для каждого из нас. Мы говорим, давайте выкинем Ленина и будет все хорошо. Давайте проем декоммунизацию и будет все хорошо. Но не будет все хорошо. Потому что это подмена ответа на вопрос. Замечательно, да, вот на такой ноте. Из будущего мы, может быть, и закончим сегодняшнюю беседу. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. И надеемся, что придет через недельку другую к нам студию. С удовольствием. С удовольствием. И о будущем тоже. А мы продолжаем трансляции на Украл ФТВ. ТРЕСК, ТРЕСК, ТРЕСК... Продолжение следует...